Как правило, все объекты в космосе находятся на огромном расстоянии друг от друга. Нам трудно представить, что такие крупные тела, как звезды, когда-то могут столкнуться. Но Вселенная любит нас удивлять. И далеко не все то, что мы видим в телескопе, подчиняется привычному объяснению. Перед вами М.Уай Жирафа, одна из ярчайших звезд в пределах нашего кластера. Долгое время ее считали одиночным объектом. Однако недавно испанские ученые выяснили, что это светило представляет из себя две огромные звезды в процессе слияния. Эта пара объектов была известна на протяжении нескольких десятилетий. И все это время ее принимали за единую сверхяркую звезду-одиночку. М.Уай Жирафа, или сокращенно М.Уай Кэм, расположена в 13 тысячах световых лет от Земли. И ранее ее классифицировали как переменную звезду. Интерес к этому объекту появился только в 2014 году, когда группа испанских астрономов определила М.Уай Кэм как двойную звездную систему. Открытие было сделано с помощью мощного 2,2-метрового телескопа в обсерватории Колор-Альта. Обе звезды обладают относительно большой массой, при этом расположены так близко, что их внешние атмосферы практически касаются друг друга. Одна из них в 38 раз превосходит наше Солнце по массе, а другая в 32 раза тяжелее главной звезды нашей системы. Радиус каждой в 700 раз превышает радиус нашей планеты, что для сравнения в 6 раз больше радиуса Солнца. Возраст же этих объектов является относительно небольшим и не превышает 2 миллионов лет. Май Кэм можно назвать одной из самых массивных двойных звездных систем, известных науке. Оба объекта в системе представляют из себя горячие голубые светила О-типа, скорость вращения которых доходит до 1 миллиона километров в час, а температура на поверхности каждой может достигать 40 тысяч кельвинов. Период их обращения вокруг общего центра составляет примерно 28 часов, то есть оба гиганта полностью оборачиваются вокруг друг друга почти за сутки. Для сравнения, наше Солнце делает один оборот вокруг своей оси за 26 дней. При этом М.Уай-жирафа является очень яркой, благодаря чему ее можно рассмотреть даже в обычный телескоп. Обе звезды вращаются по очень узкой орбите, и затменье каждой из них происходит практически каждый день. Этот факт объясняет постоянное изменение их яркости, которое ранее заставляло ученых сомневаться в свойствах этой звездной системы. Появление такой звезды, как Майкэм, не кажется столь необычным, если учесть то, что большая часть светил в Млечном Пути была сформирована в больших звездных системах, объекты в которых также являются затменно переменными звездами, то есть такими светилами, чей суммарный блеск периодически может меняться. М.Уай-жирафа можно назвать самой известной звезд данного типа, и, вероятнее всего, система изначально была сформирована именно в том виде, в котором мы ее видим сегодня. Из-за такого близкого расположения друг к другу, рано или поздно компоненты в ней должны столкнуться, а затем слиться в одну огромную звезду, масса которой будет достигать 60 масс Солнца. Теоретические модели предполагают, что любое слияние звезд происходит быстро и сопровождается большим взрывом, в результате которого высвобождается огромное количество энергии. А если такое случится с М.Уайкэм, астрономы получат наглядное подтверждение теории о том, что формирование сверхмассивных звезд происходит в процессе слияния двух менее массивных объектов. На данный момент наука еще не наблюдала процесс такого слияния. При этом вероятность участия нашего Солнца в подобном событии крайне мала. Согласно имеющимся сегодня расчетам, столкновение главного светила нашей системы с другой звездой может случиться раз в 10 в 28 степени лет. Но несмотря на такую малую вероятность столкновения, Земля может значительно пострадать, если подобное событие случится где-то поблизости. А если это произойдет в пределах 100 световых лет от нашей планеты, голубой шар будет полностью уничтожен. Однако на таком расстоянии от нас пока что нет ни одного звездного скопления. При этом ранее нам удавалось зафиксировать лишь результат столкновения двух нейтронных звезд. Теоретически этот процесс должен приводить к формированию новой, еще более массивной нейтронной звезды, или же становиться причиной появления черной дыры. Слияние нейтронных звезд также может создавать магнитное поле, в миллиарды раз превышающее по своей мощности поле нашей Земли, а также сопровождаться появлением гамма-всплеска, то есть самого мощного выброса энергии в известной Вселенной, о котором я уже рассказывал в прошлых видео. Однако, несмотря на всю масштабность подобного явления, астрономам еще никогда не удавалось наблюдать процесс слияния звезд напрямую. Обнаружить такое событие получилось лишь в 2018 году, когда зафиксированный гамма-всплеск GRB-150-101 позволил установить связь его происхождения с зарегистрированными в 2015 году гравитационными волнами, которые также появляются в результате слияния двух нейтронных звезд. Вероятнее всего подобный исход ожидает и MY-жирафа. Если бы около нее существовала планетарная система, там было бы далеко не так спокойно, как у нас на Земле. Огромная масса MY-кам указывает на короткую продолжительность ее жизни, из чего следует, что разумные организмы просто бы не успели зародиться на ее планетах. Кроме этого, по мере того, как эта звездная система становится старше, обе звезды в ней начинают увеличиваться в размерах. Этот процесс еще больше приближает MY-жирафа к неминуемому превращению в сверхмассивного звездного гиганта, а затем в еще более тяжелую нейтронную звезду или черную дыру. Еще одной особенностью этой системы является то, что MY-кам находится в очень густонаселенном участке Вселенной, которые также иногда называют шаровым звездным скоплением. В таких местах процесс слияния звезд – не редкость, так как там содержится гораздо большее количество светил, чем в окрестностях нашей системы. А если верить имеющимся сегодня расчетам, в шаровых скоплениях столкновение звезд происходит примерно раз в 10 тысяч лет. В отличие от MY-жирафа объекты вроде нашего Солнца перемещаются по галактике в одиночку, имея при себе только планетарную систему. Однако во Вселенной таких небесных тел оказывается не так много. Количество Солнцеподобных одиночных звезд в Млечном Пути составляет всего лишь 2%. А основную их часть занимают множественные системы. Например, тройные звездные объединения являются наиболее распространенными и составляют примерно 75% от общего числа наблюдаемых звезд. Большинство из них на протяжении всего своего существования борются с силой гравитационного взаимодействия, исходящего от своих компаньонов, что в свою очередь приводит к формированию еще более крупных звездных систем. Возможно, многие сверхмассивных звезд, которые мы знаем сегодня, когда-то являлись частью систем, по крайней мере, с одним компаньоном такой же массы. Благодаря тому, что объекты в множественных звездных системах часто затмевают друг друга, ученые могут подробно заниматься их изучением. Например, для исследования MYCAM астрофизики получили большое количество различных спектров ее света и, применив метод Доплера, смогли измерить скорость, с которыми обе звезды перемещаются по своим орбитам. В результате удалось понять, что MY-жирафа действительно является исключительным космическим объектом. И благодаря ей в будущем можно будет подтвердить подлинность некоторых гипотез, которые относятся к формированию массивных звезд в нашей галактике. С помощью открытия таких небесных тел мы все больше убеждаемся в том, что наша Вселенная – это удивительное место, которое скрывает в себе огромное количество неизвестных явлений. Каждая из них ставит новую преграду перед наукой. А преодолевая их, наша цивилизация продолжает расти и все больше узнавать про окружающий космос. Уже скоро мы сможем получить еще больше информации о MY-жирафа, так как объект с такими интересными свойствами просто не сможет не привлекать внимание ученых по всему миру. И то, какими знаниями о звездообразовании мы будем обладать к тому моменту, неизвестно. Однако уже сейчас легко предположить, что эти далекие гигантские светила никогда не перестанут нас удивлять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова